22 марта Илья Владимирович оказался в корпусе Тихоли в тот трагический день. В концертном зале началась стрельба. Выстрелы услышали друзья Ильи, когда спускались на лифте к концертному залу. Не растерялся, ведь за его плечами служба в вооруженных силах. Я нашел все силы, сориентировался и вместе с другими добровольцами, с пожарной командой и персоналом торгового центра, торгово-развлекательного центра оказывал посильную помощь по эвакуации людей из задумленных помещений и вынос у раненых к медикам. Спасая других, сам надышался угарным газом. Признается, сразу ничего не почувствовал. За медицинской помощью обратился только на следующий день. Из рук главы округа Илья получил заслуженную награду. Хотя уверен, ничего особенного не сделал. Стремлюсь к тому, чтобы мы когда-то жили в обществе, где такие поступки не будут считаться героизмом, а будут считаться обычным гражданским долгом, человеческим долгом, просто помочь ближнему и все. Андрей Михальниченко, несмотря на юный возраст, тоже проявил смелость и героизм. Спас друга на Глазынинском пруду. Того подвело любопытство. Мальчик решил поближе подойти к уткам. Но весенний лед оказался хрупким, и юный натуралист провалился в воду. Я очень рада, что поступок Андрея не остался незамеченным. Испытываю гордость. Андрей очень волновался перед посещением такого мероприятия. Опытный Илья Красников и юный Андрей Михальниченко – герои нашего времени. За церемонией их награждения внимательно следили 20 юных жителей округа. Сегодня они получили первый паспорт гражданина Российской Федерации. Во-первых, гордость, потому что это главный документ и мой самый первый. С ним я могу создать свою карту банковскую, пойти официально работать. В подарок не только история государства российского Карамзина, но и обложка для нового паспорта от движения первых. Кстати, присоединиться к движению можно с помощью специального приложения. На протяжении года во всей Московской области и по всей нашей стране проходит акция «Мы граждане России». И мы сегодня первый раз в нашем округе запустили эту акцию, присоединились к главе нашего города на торжественное вручение паспортов. Награждение героев и вручение первых паспортов символично прошли в День космонавтики. Потому что именно на таких примерах помни историю своей страны и становятся настоящими патриотами. Карина Еряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.